Бабушка Ванда Бабушка Ванда Бабушка Ванда Бабушка Ванда книга нашего города. Страшно вспомнить. Ну вот, когда вы родились, в каком году? В 33-м, я родилась при Польше. Русские пришли, мне 7 годов было, я в школу пошла первый класс. То есть в 39-м году это было 7 лет? 7 лет было, да. Ну а потом 2 года с русскими, как вы говорите, ну это советы, скажем. Это советы. Учила, была такая учительница румынская, еще ей не выдохли, почему-то она уже был начальником почты. Ну же, у меня учительница была. Вижу, всех повывозили. А их не черпали почему-то. И она учила нас, какая хорошая была. Потом мы на Польшу выехали. Ну а вывозили это, видимо, тех, кого считали замужными хозяевами? Наверное. А какие были замужные хозяева? Помнишь, в Петопе еще Галька жила, Гребецкая. На песке хатка-будочка стояла. И их вывозили. Машки такие были, где евреи полили. Там был такой старичок, бондар. Он делал, так бондар назывались. Они делали бочки деревянные, цабры, коровки. Это все деревянное было. Ёдра. У двоих старички жили. Хата такая страшная. И потом жили Машихи их звали. Как их на фамилии была, почему их так называли. Их же вывозили. А вот Машиха, может быть, эти Машины горы так и называют? Вот Машишины горы. И там осталась усадьба. И вывезли их самих. И они бедно так жили, почему их повывозили? Ну повывозили мы как бы представляем, потому что они не хотели коллективизации. Они не хотели... Не, не, не. Это сразу, как пришли русские, их читали некими зелеными. А что это за зеленые были? Ну ясно. Не красные, не белые, а зеленые. Некие зеленые. И их вывозили поэтому. И они бедные так жили. Вот одна и она осталась. Потом после войны девушка была молодая, приезжала, рассказывала, как они там, как их везли. В челячих вагонах. А тогда зима такая была. 40 градусов морозом. И детки, и старики умирали. Ну что там можно было с собой взять? Какую одежду? Вот. Кожухи там, какие укручивали. И на любой станции через окна выбрасывали трупы. Вот. Привезли, говорят, у Сибир. У чистое поле, лес. Ни топора, ни пилы. Вот вам тут. Забите себе гнезда и живите, как хотите. В общем, их осталось, а может там десятая доля этих людей. Была такая страничка в истории и городка, и вообще в целом западной Беларуси. Ой, что-то творили, Боже мой милый. Обозы целые ехали. А вот война началась. Война началась. Война. Война началась. Мы жили там, где лесничество. Там мало было евреев. Да. Там Янкель жил только, который вот ник выжил бедных. Которого вывезли. Он выжил, потому что как раз его и сослали. Он был солк и сам при немцах. И за это его забрали. И вывезли. И вот он вернулся. Помороженные ноги. Отмороженные руки. Страшные. Не пить, не ешьте. И мама, соседи ж были. Потому что они близко жили. Это ж хата теперь осталась, где Регина живя. Сословская. Да. А это Янкель там жил. Вот. Вот. А мама Гусемного держала. Его вот эти руки, перчатки и вот этот мужчинный жир держали. И вот руки в его дышли. Спасали. Спасали, как могли. Человек же ж, он такой неблагибный. Вот. А пришли. А городу Гошляки был. Один торговый центр. Уже эти наши белорусы, христиане жили от жидом. Они были у евреев в наймитах? Они были у евреев в наймитах. И они жили. И летом на хозяйстве робили, а зимой робили евреев. То есть евреи давали. И вырабляли кожу. Помнишь, лежали в горы. Коры такой. Да, да, да. Бойни были. И еще наши робили. Они сами ничего не робили на этом. И они умели жить в общем. Ну, они давали возможность нашим работать. И они давали, да. За это, видимо, платили деньги. Да, а зимой бабы ходили. Лен был сильно дорог. И много шеяли люди лена. А яны были тут открыты. Ну, вот такие, как вам сказать. Имели такие сарайи большие. Нанимали людей. Бабы ходили тропали лен. И платили два злота в день. Это были большие гроши. Вот. И женщины зарабляли, одевали в этом детей. Жили в общем от них пока. А магазины были, чего душа жила. Вот. А магазинов много было? А магазины... Ой, на каждом шагу. Ну, тут и жучата в улице. Были магазины тоже стояли. А что на нашем месте? Вот тут вот. Где наш дом? А тут жила Шухманова. Ресторан был. Ресторан. Как раз там где деду нами. Вот это большой погреб. И он пошел один бок на ваш. Сторан уже не на нашу. Это кусок стены остался оттуда еще? Это кусок стены. И тут огромный был. Вот. И тут было большое здание. И жила Шухманова. Я ее не помню. Но, в общем, знаю, что был такой ресторан. До Шухманова у тебя ходили. Угу. Потом были Швирские. Где жили они. Там, где теперь Мучинские построены. Там был продовольственный магазин. Там был продовольственный магазин. Что душа желая. Что душа желая. У выходишь в магазин. Теперь придешь. Селедки нема. В этой банках. А тогда было бочками все. Вот. Все было натуральное. Селедка на масле была. Вот. Так брали некоторые годнейшие. Это жир. И использовали как блюдо. Картошечки. Жиру. А как же назывался это жир? Я забыл. Шмалец. Шмалец. Шмалец назывался. Тут вот железный магазин был, да? Где костел теперь? Нет. Это уже советское время. Там был некий склад. Лен. Не то что склад. Я не могу сказать что тут было. А железный склад где Климовичи. Они вообще сарайи. Это ж были жидовские. Они их на еночку строили. А вот сгорели. Так батюшку дали. Хаты не было. Так мы там с задом еще годов десять жили. Может не при твоей памяти. Я помню. Но пока построили гати дом. Вот там жил Копилёвич. Так там а у папы были двое кони. И тогда уж не было гатих машин. Аж с Вильна все товары возили. До любой мелочи. До любой шрубочки. Что ты хочешь еще там было звалины. И гати Копилёвича там только бог. Это железный. Один в городку был магазин железный. Нет. А манифактура. Потом где Кахдорт не построен. Был обувный магазин. Там фамилию Ричкаль звали. А чему Ричкаль? Тебе ж не звали там по имя отчеству. Ну может быть Ричард может по этому Ричкаль. Там заходишь. Так теперь наверное у Минска не ма такого ни одного магазина обувного. Там что ты хочешь. От детского самого маленького. До любых валенок. До любых модельных туфлей было. Что угодно. Так еще малых туда водили. Само я помню. Примирали. Бабушка Ланда я хотела спросить. Немножко тему переведу. На этой же территории уже во время войны. Военное время было гетто. Именно вот тут проходило гетто. Гетто отходило от Климовичу. От Климовичу. От Климовичу и до Кумчихи до Базару. И в эту сторону. То есть вся эта улица. Уся эта улица была. Ищущалась гетто. Но вина тут не загороджена. Не было ж гетто. Теперь городица гетто дачники. Железом гетто. Поглядят. Горя кугами дети. Вот. А то это некий право руки. Трахо затягнуто было. Они приходили вечером. Цибули мама на щипе. Молока дашь. Соседи которые. Не было ж откуда решили. Уже после. И в эти магазины зараз же приходят русские. И пришли русские. Советские. У еще советские эти наши. Как эти жиды поховали еще. Стал пустый городок пустый. Все магазины все закрылось. Ничего нет. Значит заробили один магазин русский. И что там было. Чичиц привязывать. Некие башмаки обуяки. Обуви не было уже. Ничего. Все поховали. И такие очереди. А в этих очередях при Польше же никто не стоял. Не знали что это такое. Приходят люди мужики и лезут обуяки. Вот в магазин идут. Не надо по очереди. Вот. Потому что. На что были очереди. Когда каждый звал. Иди до меня. Купляй. Если тебе надо. Мимо грошей. И ты честный человек. Тебе давали. В долг. В долг. На вексель. Да. А лет даши. И лет работаешь. Так интересно. Я говорю. Так пусто стало. Ничего не было абсолютно. Потом зародили столовую. Так называемую. А хлебный магазин был в городке. Вот. Как кончается Кумчишина хата. И там был. Улочная. Называлась. Там где остановка была ранее. Где остановка была. Вознебазарной. 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 Там пошли. И дом был. Там была. Там единственный в этой улице был дом. Это Кумчишина. Один. Это крестьянская. Так вот сейчас были еврейские жиды. Это жиды. Хат. Ну вот. Идем у костел с бабушкой. Запах таким. Все свое свежее. Пекли любые булочки. Любое печенье. Хлеб. Евреи не пекли. Сами хлебки. Мы готовы брать. Заходимся туда. Бабушка. Купляя за пять грошей булочку. Идем в костел. Ну спасибо бабушка Ванга за такие воспоминания. Вот. Мне больно стало. Какие да. Рассказывайте. А вот я чувствовал что у Выдрычих маяк не кидал. Что за маяк? Маяк именно в Выдрычах? Да. На Машной горе. Который имелся в виду. Леса не было. Зарушетах не было. Эта гора была видна. Сама Машина эта гора самая высокая. И там этот маяк. Мы называли его маяком. На Машине горе был маяк. Я не помню. Дома. Так я помню. С папой ездили бочки заказывать. Малая. Псадина-россик. Так я помню. Ну что тут болит. Война. А как их сгоняли? Быстро сгнали? Где тут? Ну. Приказ создали. Вот. С этого места до этого. Это ваша тут территория. И чагуэн тут сядили разобравшись. Знаете, может некоторые могли шить за партизаны. Некие там начали. Какие там партизаны. Как бы в царе болели. Обирали людей. И партизан мало было. Несколько человек у нас в хату сзади стояли. Где каваленки там. Ведь ночью приходили пару человек. И не бойтесь. Так стукали. Ведь страшно ж было. Знаете, как. Не бойтесь. Мы партизаны. Мы партизаны. Откуда у мамы гряды. Не бойтесь. Мы ничего грабить вас не будем. Может ешь что-нибудь поесть и дайте. И переодеться. Мама там что было. Собрала батьку. Вот помню. Отдала им. И еще. Единственное. А это их наляточь. Пожары ж пьяницы. Шалых. Уже ж и на блю партизаны считались. Як наляточь у града. Так только немцы чуть отъедутся. Ну все. Чистить почистую. Даже постель забирают. Куферники. Куферники. Все. Все. Что попадается под руки. Чвиню. Коровы. Русские. Уже где были. А они ж не знали. Не было ж ни радио. У них ничего. Прилетают в городок. И собирают все коровы. Последние. Которые остались. Вот за этой улицей. Там. По Пересецке. Вот тут был построен. Сейчас уже. И наши. И еще не еще. Коров пять. И погнали на Пранчейково. Остались ли без ничего. На вогнях. Все пустым. Вот. А как горел городок. Как пуль. Я слышал. С двух сторон подожгли. С двух сторон подожгли. Подожгли. И такие огромные дома. А то ж уже будки. Что-то дома разил. Это уже строили после войны. Лишь бы. Голову сховать. Вот и мы. Построим. Говорить. Пожанились молодые. Кажем. Вот. А вы влезьте в как. Вот эту будку состроили. А тут. Говорить. Папирок неколи. Будем ставить. Огромный дом. Как захватил. Пролежал пятнадцать годов. Так я и дожила в этой будце. Так от коль подожгли? От коль. С того конца жена. И пьяни и печередине шли. Палили. Некими зажигательными пулями его стреляли. Так вы знаете. Учачи не могли. Коля речки. А была жара. Юнь месяц. Не было места. Не было места. От этой. Хоть ты влез туда неделя. До самых речки. Люди утекали. Ничего никто не выхватил. В их рецкой. Такие дома. Стали гореть. Где ж тут. Недоступящие. Ну вот еще. Згорело все. Пришли русские. Папа говорит. Знаете что. Не может быть. Как наших коров порезали. И поели. Готой жарой. Недо своим. Любовницам. Говорит. Погнали в Гонебок. А все знакомые были. Садиться. А. Стояли русские. Некая часть. Воинская. Там делясь нечто. С горы. Теперь поравняли. Пришел папа и говорит. Говорит. Хлопцы. Забрали наших коров. Мы голодные садим. И погнали. Недо туда. Может вы пойдете с нами. Мы ж познаем своих. Вы. Они их загрязать не могли. Они некому своих любовниц. Говорит. А знаете. Как у вас же. Приезжает. Папа и люди. Которые забрали эти коровы. Усецкий таки был. Вы. Не видели тут коров. Не гнали. Ваши партизаны. Гнали. Гнали. Своим геном. Простите за голову. За Виолит. Ну и показали. И хоть у папы это казалось. Это коровы рогами у двери. Не гнали. Знаете. Стали ругаться. Этот солдат. Пришел с автоматом. И говорит. Люди не пришли по ваших. Сейчас же отдайте коров. Вот. И пять коров пригнали. Рады детям. Молоко. И в улице галились. Вот так жили люди. Вот так. А тогда говорит. Немцы спалили городок. Немцы не подпалили ни одной хаты. Ни одной. Этого этого бандюня. Твоей. Они не знали. Они думали. Немцы отъехали еще. И они вернутся. И они робили ласку, что им не будете жить. Немцы не нашли жить. Смешно. Вот так. А гарнизон как стоял тут? А гарнизон стоял там где почта. Там было двухэтажное здание. По сторонам, да? По сторонам было. И тут тоже где вот весь этот угол там три кирпичные дома стояли. И они все это занимали. И занимали не молодые. Молодые ж немцы тоже на фронте были. А занимали пожилые. Пожилые старики. Погодавшейчик. Может и боли. И они ничего не робили. Они такие хозяйственники были. И вот как кто-нибудь придут. Хороший двор. Ухоженный. Гуд господа. Сказали. Радовались. У них свой огородик был. И они все садили. Сами. Просто для интереса. Неблагие люди были. Остаются. Вары лишь им были. Эти повара. Делчаты наши. Врали им. Варили им. Там готовили. Остаются супы там. Продукты. А мы рядом жили. Берите свиньям. Отдавайте. Они не выливали. Вон они хозяйственники были. Ну а потом они поехали. Все выехали. А эти дурные прилетели. Давай городок полить. Вот и все. Сначала немцы ушли. Потом они пришли. Сначала немцы ушли. Куда же они полезут. Немцы же выехали. Тут. А много немцев было? Нет. Тут не много. Тут человек десять. И человек десять полиции было. А полиция это местные были? Местные. Хлопцы. А что же было рабить? Некоторых были же и сволочи. Из полиции тоже. А были нормальные хлопцы. Дети в Германию. Вот. Один был только Смольский. Так вот я ему 25 годов. Он местный дружитель. И они очень бедно жили. А тут была врачиха Фалюковна. Называли ее. Как я фамилию? Фалик. Уже фамилия была. Фалюковна еще называли. Вот. И я неколи у него захватывал батьки на воспаление. А он пришел. Малыш был. И просил. У нас, скажи, сам я и далеко папа помираю. Может поможете? И она не пошла бы. У них не было грошей чем платить. Тоже были добрые царицы некоторые. Ну и что? И ее при немцах покинули как врача. Население лететь. И она тут жила. А он это еще припомнил. И он тогда сказал малышу. Если я дочекаю. Так я тебе все равно тамщу. Вот. Что мы голодные. А батька помер. А батька помер. Воспаление было. И она даже не пришла в колы дать. Вот. И он однажды пьяный. Выпивши. Ема. Такая была скользота. И не ступит ногой. И он по улице шел. Братья. У меня было не очень много ночевых ночевых ночевок. Что рассказали вам? Что нас были не тело. Интересно. Интересно. Припомни что ли? А вот эти кирпичные дома, что ли? Что были в центре? Их поразбирали на печке, да? Там же были две. Все еврейские цинагоги, это их были не в церкви наши, они молились там, одна и другая, это было там, где они молились, а это было еще не кончено. Дорогляная, да? Дорогляная, не ровная, кирпичная. Такая самая, она одинаковая, были, это конторы тут, на этой боксе, там же стоят. А где было, будавались, разбирались, а на что было? Целые все же были. Такая, там же, вот там, где эта площа была, там что же стояли? Там, где была площа, там были, сколько, может, 11-12 мясных магазинчиков, это назывались астраганы. И там, в одном этом здании, каждый имел в себе маленький магазинчик. Ну, фотографии есть старые там, что вот ганки, допустим, вот эти высокие подморки остались же, что дамы стояли? Да, это где, да, мы стояли тогда, а это были там, где теперь магазин. Вот там еще даже этот тротуар, это еще от генных магазинчиков, это еще польские, они не заливали. И вот там стояли, так продавали мясные продукты, были мясники, Куприян, Касович таки был. Много было мясников, и они один перед одним рабили, как лепший продукт был, таки дешкала гэтых магазинов запах. И строго было, стояли беленькие халатики, как продавщицы, беленькая шапочка, ногти непостриженные, и где полицы, каждый день проверяли их. Вот, чуть не так штраф давали, такие чистенькие стояли, а теперь где волосы, кудлы, болтаются над продуктами, сыпятся, кто глядеть? Никто, дело, что люди болеют. А мясо, какое было, какое копчение, какие колбасы, что душа жила, свежее хочешь. А холодильника уже не было тогда, так у этих мясников были сверху построены, вот, как сарайчик, ну, таки, а под низом были великие подвалы, и заготовили были лед. Ледники назывались. И вот, как великий мороз, морозы ж были великие, мужики на озеро пилами, не, пиловали такими брусками гэтый лед, и возили им в гэтые скляпы, и они опилками засыпали. И давя снегами лед лежал, ставили бочки там, ну, чем попало, мясо стояло, як свежее. Приспосабливались. Коптили там, где у Надежды Владеру на хату, там коптина была, да? Да, много было коптины, не одна. Они тоже занимались мясом, они тоже тут били магазинчик. И их здание было кирпичное, это их было, Куприэна там стояло. Где теперь сесуны, которые золотые, как их там стояло. Ну, такие, ну, кирпичный домик. А магазинчики они тут тоже били. Радом, где вообще гэтые. Бо мясо в одном только мясце продавали. Там, где, там, может, 10 было гэтых магазинчиков. Ну, там построено здание, и пирогородки были, и каждый муж своё. Интересно было жить не так, как теперь скука, и молодёжь гэтой. Гуляли, вечеринки, и евреи разом, и наши. Молодёжь веселились, и песни пели. Одным там, где пяючу, другим баку танцуют, пяюч, музыка играют. А свои музыканты ни этих училищу не кончали. Ничего. А сколько было, были корнеи там за млином жили. Так и они, три брати, ещё играли. То на кардеоне, то на гитаре, то на чим ещё музыканты были. Ну, вот их нанимали. Там хожу были яршевские музыканты. А вот клуб тут же ещё был клуб ранее? Не, клуба тут не было, это же после войны. А тут была пожарная. Тут кругом стояли пожарные машины, в часа три. Вот, а после уже зробили клуб. А клуб был, гмина была, там делящничество. Огромная гмина. Немцы отступили, и жиды спалили. На что выпалили? Гена в улице уща осталась, там же старые дома. Какая? Там от млина, и где Рябина теперь живёт, где Мучинские живёт. Тоже старый дом. Сточенеевича старый дом таки стоит. А вот, жидяешь, мечество, так и в здании строили. А немцы ничего не палили. Они как летели, где-то полетели. Вот на дне два, за дне два-четыре пришли русские. А гэтые придурки спалили городок. Не дочекались трохи? Не дочекались трохи. Поспешили. Красивый дом, да? Красивый, конечно. Может, что и сгорело. А вы возьмите мельницы, что они заробили с мельницей. Это ж старынные, как музей хоть бы был. Сколько там мололи? При немцах никто их не разбил. Ни снырад не попал, ни бомба, что тут валилось всё на свете. Не спалил никто. Захачели заробить некую контору, нажиться. Заробили контору, разбомбили, развалили. Такая мельница, это ж колхоз свой. А как же ж мололи после войны? И при немцах ночи партизаны-то емололи. Овески приезжали. Такие завозы там были. И петлевали, и крупу робили. Еще и водой. И озеро, речка была великая, там заставлено было. А теперь речку осушили. И что они сделали? Раскорочили такое здание. Контору захотели сделать. В общем, нажиться захотели. Ездили фотографии, там на бережку сядите, там речка. Ну... Это из-за того, что дама была, да? Да, да. Там озеро было. А иногда, ну, не треба было... Косы ж тоже не было, что разделяет теперь речку и озеро, да? Нет, прямо речка и шла прямо в озеро. Отсюда речка. Великая же речка была, вон наш. А теперь что там? Заросло, что еще травой, потому что еще щекая. А тогда же задерживали. Вот. Задерживали всех речки. Воды не мамлы не мало. И это ж ничего не стоило водой. Это ж не электричество не надо было. Это колхозы, как и доход был. Так, а еще электричество не вырабатывало мельницы? Нет, нет, только водой. А сама потом не производили? Нет, ничего там никто не работал. Раскурочили, хотели работать контору. Там же открасили были. Там, уже говорите, люстры висели. Все разобрали, расхопали, где оно делось. А как оно так получилось? Ничего. Начальство, специально нажиться. Ну, как? Ягоды можно заробить и все покинуть, только его раскурочить. Я помню, что там пластик еще на потолке висел. Вот, это они уже сделали контору. Там пластиков что-то не было. Там завозники ездили конь вниз. Мука сыпалася. А ту из-под низа вывозили. Вверху. Конь вниз заезжал? Конь вниз заезжал, да. И носили. Треба 10 килограмм, 5 килограмм, сколько хочешь. Занес. Змолол. На плечи принес. Ну, так это дедушки брат рассказывал, что там по двое суток стоять. Видишь, аж день надо было. Ну, ой. Чтобы не было гроши, то тебе, ну, брали твоим зерном. Муку. Да, да, брали муку. Чем маешь, тем платье. А ходишь, а дроби приди. Там же тоже работа была. Вот. Ну, пришло начальство наше такое разумное. И раскурочили. Такое здание, такое потребное. Хай бы стояло просто как музей. Хай бы не робил. Хай бы целый стоял. Нет. Турбины повытаскивали, да? О, что там. Черт не знаешь, что они там вытаскивали. И куда они делали, никто не знает. А потом кончили. Полядили, что там контора не годится. Расхопали, разобрали, окна повыдирали. Там вроде бы нехто купил. А тогда у них нехто вроде померли. В общем, ничего. Я не понятно, что я там рассказывал. И что кирпичи разобьют эти здания. Хоть бы окна позабивали. Сколько раз уже забивали. Что это вот. Тут скроль же у меня говорили. Купец. Или на. Сроль? Сроль. А я не помню. Ну, так рассказывал мне. Ну, дедушки брат, это Алеша. Говорит, чем Алеша будешь брать? Золотом или золотом? А тогда золото шло. Я так и мог любой брать золотом. Потому что мама, помню, моя служила. Уже давно брали золото. Не платили. И они сказали, как бы это золото тут еще нашли. Который у городку. Так три городки стали. Такие были. Осталось, думаете, золото? Конечно. Думаете, на немцы. А немцы шли долго. Потому что год или более они мариновали. Их вот приезжают загадывать. Столько и столько золота собрать. Значит, не будем вас любить и жить далей. Ну, одень. Собирайте одень. С жить же, что надо было. Ну, пока не вытягнули их. Думаю, чем еще отдали, да? Там, где контора, школа ж была. Юрий. И разчищали. Не, после войны ж учились. Потому что была школа. Дети учились. Мы ходили в школу тут. И стали разчищать в огне, где стульно тут стоять. И выкопали бутылочку. И разбилась. Полная бутылочка золота. И это золото из Васька отцу. Забыла, что я ее фамилию. Батька кожу выраблял. И он это золото схвачил. Хлопец вот этот. А там его стали отбирать. Просыпали, в общем. Подолятел, то схвачил его. Целую бутылочку это золота. И он его не использовал тогда. Батьки помирали. А он за это золото распил еще. Продавал кому. Вместо. Так ему пошло в чужую. Вместо. Говорили из Чарбицких. Ты сам говорил. Я каждое литровую бутылку нашел. Як строю еще бутылку. Так одни говорили, что он Солтис. Он же Солтисом был. Гальник выпути. Так кто такие Солтис? Солтис это был, как депутат. И ходил с немцами. Тому что надо. Так и он тоже ходил с этими людами. Объяснял им. Сколько надо собрать золота. Ну и собей видать брал. Потому что ничего он не нашел. Сколько мы тут. Сколько вообще. Тут никто ничего не понаходил. А он нашел бутылку. Он просто запас еще. Тады. Немцы там и ходил. Закупит его надо. Берой. Так он сразу после войны. Одной дать себе дом выстроил. Другой. Совпадение. Сберохи потом уже. До лучших времен. Да. А потом. Тут шходнички были. Какая чистота была. Каждый должен быть. Одне государство. Был в руках. Помнишь, что малая. Тут же была низкая местность. А там же ж выгон был. Вот тут вот. И по-другому. И пока сушили. Тут кони гражили. Болото было. И в улице была болотная. Коньми как раз ездить. И стали бруковать городок. И помнишь, что бруковщиков малая была. Так выложены ровненько. Попробуй. И коньми. По полю люди избирали. Им платили за это. И государство ложило брук. Люди. А потом уже ходнички. Каждый против шаби должен быть сам. Заливали? Заливали. Приказ таки был. Это еще при Польше. Это еще при Польше. А позже никто не глядел. Брук. И вот тротуарчики. Глыбы. Каравки были. И каждый. В шаби должен был. Травок по полоску. Травой не зарастал. Ножиком выколупливали. Из этих каменчиков. Выкаблили. Чыщие. Вода ишла туда. Неки паводки были. Боже мой. Таня вода шумит по улице. А речка. Дубровка. Пришла. Там. Глинистая. У Дубровых. Место горыстая. Потому что позднее тает. В лед. А заливала ж пабираги. По самым. Ну я тоже бывало. Ну увидел. Количе снега. Тоже там. Буяла. Что там. Трава на древо. Ну. А рыбы. Сколько рыбаков было. Никто их не гонял. Наловят рыбы специально. Хлопцы. Ночили. Мы сами за учеты купляли. Так а по этой улице много домов было. По другой стороне. По той? Ну вот. На вашей стороне. А вот на той. Були и я уже. Тоже много было. Були. Много. Хороший дом. Где франку построили. За родственниками. Тут стояли. И сзаду. Знаете как. В городку купить дом было. Это сумасшедшие гроши. Надо. Пляться это было в городку. Очень дорого. Так я не так. Вот. Один батька. Например построивший. Тут. А тогда аж до речки ты мог строить свои. Сынов. Дочок. Так у нас тут три. Бли. Фундамент. Вот один. Вот второй. Вон там еще гады. Тут зелик таки жил. И он не после войны еще остался. Приезжал. Так что заплатишь мне за. Не выговаривал. Заплатишь мне за мой пляц. Мурик смеется. А сколько ты хочешь. И что и там где-то подмурки были. Там был панурок тоже. Засыраем панурок был. Там один где склеп стоит. Тут не знаю фамилия какая была. И под каждым склепы. На этих склепах люди строили. Что своих не хотели. Под каждой хате склепы. И эти склепы только что они вообще их не. И у вас тоже есть склепы. И у вас. Ну что его нужно править. А там вообще склепы. Что там для пилища. Орлова. И эти. Там же один на один. Строили же ради этого склепу. Так вот что их там стоит над хатой. И потом кухонька. Склепы. Склепы великие были. А потом под половиной хаты. А не строили. А теперь подвал строят на дворе. Я не знаю чему это. Наши не строили. Наши копали на замке в ямах. Копали ямы. И в ямах закопали. Там уже было. Мало кто строили. Наверное, цимонка может дорого быть. А у евреев у каждого склеп был под хатой. У каждого. Били бедные тоже. И они жили паркнихи против нас. Называли берчишки. Три частри. Ни одна не замужем. Жидовушка. Такие симпатичные. И еще шили. Тогда же не было магазину готового. Мало тут продавалось. Все материалы были. И еще шили. Сапожник сколько было. Все термешленники. Колеса робили. Ковали. Напротив нас смеялись. Холодный коваль призвали. Ковали это кузнец, да? Кузнец, ага. Что хочешь. Заказал нож, гаджку. Пришел. Кодезар разробить. Не надо было в магазине. И лучше же было в качестве? Да. Мы умели все робить. Какой добрый портной. Так, чтобы цены не было. Вот мой свекор. И он мил шесть учеников. Портной был. По шесть учеников держал. А то же платить же дорого было. Так говорят, где с эквистратор? Это финалин там, наверное, называется. Эквистратор. У него там оформлено было. Может два, может один. Сколько этих портных. А за эти платить требовал налог тоже. Ну или эти хлопцы поховаются. Видите, эти дучи. По пять, по шесть учеников держал. Сумасшедшие гроши брали за это. Вот. Рабили договор на два, на три годы. Ты уже должен быть мастером. И потом тоже медичном брали. А я не пошли. Кто хотел, а кто так робил. Сами шили. На девочки. Учились. Девчата из апартных учились. Не было таких, ни техников, ни. Один один одного. И всем хватало, и все доброе жили. И разумные были. Да. Некие дружные люди были. Не такие. Помогали один одному. Один картошку садят. И все летучие. Ты сегодня садишь. А я завтра мы до тебя летим. И быстро, быстро. И никто не оборудовался, да? Нет. Помогали жнею. У батюки много земли было. Надо по 10, по 12 дней ставить. Нанимали. А потом уже при немцах. А немцы давали землю. Сколько хочешь беру. Галикие луки, где они там, видишь. У России, да? Я не знаю. Великолокские. И почему немцы сюда повозили жидовские пустые дома. Некоторые наши брали, у кого были благие дома. Садились и просто еще. Заявили, пошли на немцы. Садись. И брали эти дома. А эти, как привезли их. Там же ж у России. У Ямлю поулазивши, говори, были вот эти хатки. Соломы и крытые. Параскрыванные. Соломы уже не было. Там они так жили бедно в этих колхозах. Что вообще голодные, холодные. И их привели, и сюда немцы. Чему их сюда выселили у всех оттой. Не могу понять. Не знаю. Пытаться даже не надо. И подавали им эти хаты. Бывает две, чем ее одну. А тут же стояли красивые, кальхляные печи. Повыкрашиванные, еще обезгали. Мещаты. И они такие трудолюбивые, эти россияне были. Как вы знали, коровки понажевали за три года, пока немцы тут были. Чавини стали гадовать. Городы садить. Люди помогали. Некто там картошки, некто даже посеет. Некто я не помогаю. Тут такая фотография. Я только хочу вам показать, какие процессии шили костюмчики специально у костеля. Надо было. А был таки праздник Девятник. Это внучка мой заробила альбом. Это моя мама молодая. Это братьев, чтобы они во какие костюмчики шили. Это было бусы у 12 легких. Специальные костюмчики такие шили. И носили подушечку. И около этой подушечки шли четыре девочки кругом. Носили. Это мама моя молодая. Это я молодая. Ой, какая была белая. Это внучка сделала, да? Сестра, да? Сестра, да? Сестра, да? Сестра. Это папа мой. Это тут мой. Это Кристина, да? А вот где эта улица? Это вон наша улица. Это вот Заровских может. Ну да. Это бабу катали. Это родилась моя дочка, что там уже не было. Это баба Лида тут такая была. Это мама моя. И катали бабу. Возили на Хрызьбинах. Садили на... Там что-то мотоциклы? Ну вот ходничка есть, да? Угу. Так это вот тут его владельцы. Это вот тут наша улица. Так вот давай на ужин. Тут, конечно, хат мало. Ну вот и нет. Длины, по дороже, по днике. Ну вот есть такие же два мостика. Вот один там между Заровскими и Тюлюковыми. Это просто по улице. Этой Брукев, что лежал по улице катали. Садит на коляску бабу старую. А иная должна тогда вот эти законы на Хрызьбинах. Это муж. Лежал 15 годов на недвижиме. Такий рукастый был. Знал еще, умел. Разложилось и что-то. Вот. Недавно были детки малые, уже их не мало. Дочка вот. Это внучка. Свет. Ну на Муринках. Конечно, разобрали баню. Яны разобрали и пошли взробили баню. И эта баня стояла вот такие щедок бруканы. Знаете? Вот. Как в улочках они там. И где там они баня стояла? Каларетки. Вот. Луцкий Иван таки был, что жил. Палил ее. Ситрычкия. Глобhalb Войтали. Ой. У guar. Suit дементора. Н Excuse. Валя.